Третий бой первого круга. Муссан против Рыжего Тарзана. Красный угол Муссан, Мурат Мусаев. Синий угол Рыжий Тарзан, Вячеслав Дацик. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы сегодня становимся свидетелями третьего боя первого круга турнира Кубок Арбата, выживание. Вместе со мной в студии находится Виталий Андреанов, президент Федерации БАРС. Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер. Берди, мы сразу перейдем к третьему бою, 1-4 финала, где дерется Рыжий Тарзан и Муссан. Видите, что Рыжий Тарзан, он одет как-то необычно. У него есть юбка тайская, у него спортивные ботинки, которые разрешены по правилам, но в этом случае он не бьет ногами. И сразу резкий-резкий бой. Смотрите, идет клинч. И рефери останавливает бой, потому что все-таки его спортсмены выпили на канаты, и Леонид Сорокин перед вами. Начало боя. Начало боя, Берд. Заметьте, как интересно здесь агрессивность и активность самого Рыжего Тарзана. Бойца из Санкт-Петербурга Вячеслава Дакста. Рыжий Тарзан представляет бои без правил. Он является обладателем Кубка мира по боям без правил. И по версии Барс, он провел 7 боев, провел 4 победы и 1 держал в нокаутах. У него своеобразный стиль, видите. Он такой беспредельный боец, которого иногда надо сдерживать на ринге. Но это не факт. Факт то, что он очень фактурный, красивый, ведет такой жесткий, агрессивный бой. Ему 22 года. 22 года. И перед ним, я думаю, что нет никаких остановок перед того, чтобы победить своего соперника. Смотрите, какой резкий бой. Да, сразу жесткий обмен ударами. Вытолкнул Муса, чуть не вытолкнул за пределами ринга. Лекарь останавливает бой, и бой происходит дальше. Особенности. Какие особенности вот в стиле вверх, между тайским боксинг, которым Муса представляет, и бои без правил. В чем вы видите вот особенности? Я вижу то, что Рыжи Тарзан, дальнейший беспредельщик, когда он даже не слышит ни рефери, ни остановок, ничего. Ему хочется дальше продолжать бой, и бить, и добивать, и одержать победу над ним. Да, я согласен с вами, потому что это представители боев без правил, где нет правил. Где нет правил, его задача просто убить и вынести соперника с ринга. Муса тоже, парень, это непростой. Да, колотушка у него хорошая. Колотушки такие с размаху, прям заваяли. Но я смотрю, что Рыжий Тарзан тут немножко придержался. Он не может понять, он не может понять, как справиться с ним. Он почувствовал агрессию в свою сторону от Муса. Муса, ты знаешь, справа чуть-чуть в ухо не вмочил. И тоже большая амплитуда. Немножко придержался здесь и смотрит, как же ему дальше вести бой. А бой начинает с левой, прям с левой боковой область челюсти, бах, левую. Смотри, как бы Муса Малаша прям зарядил и упали. Вот она борьба над татами в пределах девяти секунд. Но в рефере останавливает бой, потому что все-таки неординарно была ситуация внизу на татами. И лучше остановить, чем допустить бой до какой-то кривой ситуации внизу на татами. Прозвучал бомб, реже Тарзак дернулся, но Муса останавливает ударом в голову. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй раунд третьего боя. И сразу атака Рыжевого Тарзана в прыжке ударом левой ноги в голову. Своим коронным ударом. Коронным ударом, да. И здесь его вытаскивают. Видно, что когда серьезная ситуация произошла на ринге, что ребята из-за отсутствия клуба не допустили такого беспредела. И бой дальше продолжается. И опять хотел, попытался левым коленом он начать атаку, но Муса его сдержал прямыми и резкими ударами в голову. И бой продолжается дальше. Выискивает, выискивает Тарзан. Сюда от слева водовой не попадает. Не попадает. Муса очень опытный профессионал, чемпион Европы. Какой-то мельницы устраивает тут ребята. Прошло мимо удары, Тарзан вовремя удрелся. И опять прямой бой до Муса. И он поплыл, поплыл и колено попал. И останавливает, останавливает. Потому что он мог довести эту ситуацию до невозможной. И при этом он бы пострадал. Смотрите, как радуется Рыжий Тарзан. Ему нравится та ситуация, в которую он отправил ему суп. Смотрите. Это нокдаун, лёгкий нокдаун. Лёгкий нокдаун, где он отрезает голову, и, зная и чувствует, что он пропустил удар. Что же делает Репери? Отсчитывает 8 секунд. Это нокдаун. Давайте посмотрим. Заран есть, правый прошёл в челюсть. Смотрите, он поплыл. Он поплыл. Поплыл дальше атака с прыжки, где Репери не может его остановить коленом. Он промазал. Тарзан, да, да. И здесь уже организаторы сами принимают действия, чтобы успокоить эту ситуацию. Не допустить крови. Да, дальше. Дальше. Бой продолжается. Мужца уже в Гроге, в непонятной. Думаешь, что же будет дальше? Но Тарзану здесь ничего не страшно. Ничего не страшно. Он готов его. Здесь только нужно останавливать его от этого безумия, которого он учинил на Римге. Посмотрите, Репери. Репери не в шоке. Я знаю, что это за бой. Он отсчитывает ему первое предупреждение за бой, который после чего остановил Репери, он продолжал битву. И дальше. Что же будет дальше? Какая атака будет у обоих спортсменов? Вот смотрите, какой напряженный бой. Дальше. Опять корона удары, опять канатом, опять мочиловка. Дальше, дальше и дальше. Ему ничего не страшно. Вот, посмотрите, ему ничего не страшно. Мне кажется, ему все без разницы. 250 тысяч рублей каждый хочет получить на этом турнире, который организовал культурный развлекательный центр Арбат. И сделал приз победителя этого кубка выживания. И каждый хочет выжить. И каждый хочет выжить. И каждый хочет взять, взять тарзан. Рыжий тарзан, как будто спустился с гор. С гор какой-то, с гор откуда-то, из леса. Из леса. Это зверь какой-то? Это зверь, да. И у него, смотрите, какие есть интересные удары. Это колено. Есть, есть. Пал в область печени. Интересный момент. Вроде бы удар был не сильный, но удар в печени не может быть сильным. Он еще незаметный и неадекватный. Смотрите, повтор. Походу, он там еще и засыпил другое место. Смотрите, повтор, что же здесь происходит. Да. Здесь не было впадания. Вот он, вот он удар в печень. Тем более, на вздохе был мысат. И удар не очень должен быть сильный, чтобы спортсмен сжался и упал. Потому что болезнь ударов в печень. Боль продолжается дальше. Смотрите, какая стойка у него, да? У него готов сожрать. Есть. Левый опять, правый пробил. И опять мусат попадает с левого голову. И сильные удары по корпусу. Рыжий, перестанавливает. Смотрите, опять мешались организаторы. Потому что это все-таки шоу, конечно. И бои. Но это должно быть преступность. Но, в общем, Тарзан это безводительное. Он пообладатель Кубка мира по боям без правил. И привык к своим правилам. Да, Бер? У него свои правила. Свои правила. Но они не должны в отрезку расходиться с правилами в бою. По версии в Ларце. Удачи. 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 Бой продолжается, третий раунд. Рыжий Тарзан уже взял инициатив в свои руки, и он чувствует, что он побеждает, и его атаки становится гораздо серьезнее, чем Муса. Муса не хочет сдаваться, но Рыжий Тарзан тоже не хочет сдаваться, и все-таки пытается ему провести бой до конца. Рейперер снимает, и дальше опять схватка, опять схватка берг. Как вы думаете, вот Муса, насколько он может выиграть этот бой, или проиграть? Может, достаточно пару раз, наверное, хорошо ему замахнуться и своими колотушками попасть в голову Рыжий Тарзан. Знаете, он просто и топчет, и все там встал, и все там встал, и все там встал, и все там встал, и ему ничего не страшно, и он вообще не страшно, мне кажется, Муса, он тоже не понял, что происходит в этом бою. Рыжий Тарзан запрещено бить ногами, потому что он в своих борцовках, и если он ударит ногой, или в своих борцовках, то с него снимет борцовки, и все это выражение. Опять бросок, опять доминирование сверху, и добивание, как это... Муса, 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 вылази вперед! Смотрите, повтор, чуть головой не вошел с топтами, конечно, здесь Рыжий Тарзан немножко видно, что потяжелее весит. Биг Физ, который хотел провести Муса, у него не получился... Поднимает, поднимает! Поднимается, хотел завести его, и они там завязались. Такую тушу как-то, Рыжий Тарзан словно. Да, можно поднять. 22 года, спортсмену из Санкт-Петербурга. 93 килограмма. Ярый, ярый боец, звезда, можно сказать, нашего клуба. Рейперер снимает, все устали, но приз, приз требует своих жертв. Своих жертв. Своих победителей? Выжили, да. Устали спортсмены, здесь нужен только один и точно, да-да-да. Ну, любимый... Иди ко мне, иди ко мне. Мой мальчик, да, я покажу тебе, как бить. Что же дальше получится? Не буду ставить, все ждут, ждут. Кто же первый дернется? Есть, мигфист, разворота не получился, опять клинч, опять канаты, опять канаты. Оп-па! И в запрещенное место. И в то же самое место, куда бить-то и нельзя. Конечно, Рыжима Тарзану студия отметит этот удар, это будет минусом его при разрешении. Смотрим. Есть. Попал прям в самую ту штучку, которую бить-то и нельзя. Студия отметит этот удар, удар это разрешенный, да, и при подсчете голосов. Разрешено находиться на ринге стойка, проката не восстановишься. Ну и уже 5 минут, по версии Барстри, что спортсмен, чтобы восстановить удар в парк. Дальше бой продолжается. Дальше продолжается бой. Ну все сложно, сложно. Уже качает его, болтает. Отчет, опять ударит. Дальше. Уже с разворота, ну смотрите, как Рыжима Тарзан выходит. Опять падение, добивание. Рейперер занимает. Что же дальше? Обычный Рыжий Тарзан не чувствует, когда его снимает рейпер, он дальше продолжает бой. Но здесь он немножко его уже отпустило. Услышал команду рейпери и бой продолжается дальше. Дальше. Что же будет дальше? Красивый бой, красивый бой. Передний стойка и гон. Рыжий Тарзан! Рыжий Тарzан! Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!